Здравствуйте! В эфире программа «Лицом к лицу» и я Евгений Агарков. Представители украинской компании Magic Innovations выиграли тендер и сделали масштабное 3D-маппинг-шоу на Burj Khalifa в Дубае. Это самое высокое здание мира. Шоу транслируется на протяжении июня. Как украинцам удалось реализовать этот проект, говорим с основателем и креативным директором компании Magic Innovations. Это Остап Хитрук. Остап, приветствую нас в гостях. Спасибо, что нашли в своем графике время. Я знаю, что вы прилетели сегодня и улетаете сегодня. Прямо с самолета, да. Да. Давайте поговорим о проекте вообще. Как называется этот проект, как он был реализован и потом перейдем на сложности, наверное. Нам посчастливилось все-таки сделать проект контента на самое большое здание в мире. Это на Burj Khalifa. Это был конкурс Art Call. В нем участвовали, я так понимаю, лучшие студии мира. В том числе участвовал Франко Драгон и мы с ним встречались на прошлой неделе. Он говорил, что он тоже подавался в этот конкурс. Это один из величайших основателей шоу-индустрии. То есть это один из основателей Цирк Де Солей. Это основатель Perl шоу. И они не прошли этот конкурс. А нам все-таки удалось. Какие условия были конкурса? И вот давайте для начала просто прокомментируем нашему зрителю то, что мы сейчас видим на экране. Вот, по сути, это Burj Khalifa и это уже, я так понимаю, часть реализации того проекта, который вы сделали. Да? Что мы видим сейчас? Вот как это реализуется? Ну, мы получили специальную маску от Mar Group. Это компания, которая построила Burj Khalifa и Dubai Mall и еще много других объектов в Эмиратах. Это одна из самых ключевых компаний вообще Эмиратов. И под эту башню Burj Khalifa был сделан специальный светодиодный экран. У него есть определенное количество пикселей. И нам дали такую специальную маску по этим пикселям. Дали лимит на три минуты. Наша задача была первоначально это придумать сценарий, придумать красивые кадры, какие мы будем использовать. После того, как эти кадры понравились руководству Burj Khalifa, мы приступили к созданию 3d анимации и, собственно говоря, к финальному производству и рендеру шоу. Сколько занял сам процесс производства? Мы вложились полтора месяца. В принципе, это всегда сжатые сроки. То есть, чем больше времени, тем качественнее можно подготовить любой продукт. Естественно, у нас были какие-то параллельные проекты, но акцент и упор был сделан именно на этот проект, потому что он действительно самый большой в мире и важно было сделать все качественно. Я думаю, что мы вложились на 100%. Учитывая эти масштабы, да, я видел ваши предыдущие проекты, я, к сожалению, не видел, может быть, пока Burj Khalifa вживую, но я понимаю, что по сравнению с той же родиной-матерью, это в разы, ну, там, несколько раз больше проекция. А вот технически реализуемо, да, учитывая, вот вы сказали, что есть определенное количество пикселей. То есть, соответственно, нужно было, наверное, в каком-то формате и в разрешении это прочитать? Разрешение, естественно, да. То есть, мы всегда сталкиваемся с одной проблемой, это экраны становятся все более качественные и, соответственно, разрешение растет для того, чтобы работать с большим разрешением, которое больше, чем 4К, больше, чем 8К, а IMAX это 8К, а у нас еще больше разрешения. Нам приходится оптимизировать рабочий процесс, нам приходится использовать рендер-ферму, которую мы все увеличим и увеличим для того, чтобы рендерить контент огромного разрешения. То есть, для того, чтобы объяснить зрителю, то есть, рендер — это, по сути, просчет материала в готовую, да, уже видеопрограмму? Это когда циферки переходят реально в красивые картинки, то есть, по простому языку. А здесь, в данном случае, какое здесь было расширение? Ой, я, честно говоря, не помню, но оно было больше 7К, это точно. Якобы 20К, вот это, ну, на самом деле, сумасшедшая цифра. Я не уверен, что там было 20К, но больше 7 точно. То есть, мы делали проекты, которые действительно были 20К и больше. То есть, у нас, в принципе, рекорд 22К, контента, с которым мы работали. Насколько мощная техника должна быть? Вы упомянули о ферме, я так понимаю, что это все часть составляющих компонентов. Да, в том-то и дело, что мы постоянно, это гонка такая на опережение. То есть, здесь гонка дизайн-студий, наши конкуренты, потому что мы, в принципе, конкурируем с лучшими студиями мира. Это гонка и креативной части, и технической части, они идут вместе. То есть, мы должны делать действительно красивые, крутые идеи предлагать, но мы должны иметь реальные мощности для того, чтобы эти идеи реализовать и показать нашим зрителям. Соответственно, мы апгрейдим, там, видеокарточки, материнские платы, процессоры, иногда два раза в год даже, для того, чтобы быть в топе, быть наравне со всеми. Потому что выходят новые экраны, которые, вот, презентовали, не знаю, там, 8К какой-нибудь там экран, да, светодиодный. И мы понимаем, что в следующий год у нас пойдут заказы на эти экраны, их будет много, и, соответственно, каждый кусочек будет по 8К, и, соответственно, разрешение растет. И рынок требует не только красивой картинки, он требует, чтобы физически студия имела возможность эту картинку реализовать. И были такие тендеры, в которых мы участвовали, и там, из 20 претендентов, 7 только были физически и технически способны для того, чтобы реализовать этот проект. Пусть они были бы самыми креативными, но если они технически не готовы к этому, они просто аутсайдеры. Поэтому такая гонка... Сколько вам приходится тратить на вот этот регулярный апгрейд? Огромные деньги. Ну, это десятки тысяч долларов. Это каждые полгода, да, может быть? Да. Давайте вернемся к конкурсу. Вы сказали о том, что вы соревновались с лучшими компаниями мира. Какие условия были конкурсом? Да, они были на самом деле очень простые. Есть мероприятие, к которому нужно успеть все это подготовить. Это праздник АИД. Есть определенное разрешение, есть определенная маска. Вначале идет как бы гонка концептов. То есть у кого круче идея. После того, как они увидели идею, они просят сделать аниматик. То есть ты подбираешь музыку, накладываешь туда картинки, пока что статичные, и показываешь какую-то динамику, ну, просто в 2D. После того, как это им подошло, остальные студии уже, получается, отсеиваются, и вы уже работаете на чистовую. Вот, получается, как бы два этапа. Первый этап – это креативное составляющие, второй – это практически реализовать контент. У нас были правки определенные для того, чтобы уменьшить немножко количество детализации, потому что у экрана, из-за того, что здание находится достаточно близко к смотровой площадке, важно было, чтобы оно хорошо смотрелось и с ближних ракурсов, не только с общих планов. Соответственно, нас попросили кое-какие детали поубирать, прям мелкие, но это не повлияло, как бы, на общую концепцию, на общую красоту картинки. Вас, ну, я так понимаю, что вас как-то на этот конкурс отобрали, пригласили, или как вообще вы? Ну, в данный момент у нас одна из топовых компаний на рынке именно анимаций для ивентов, для 3D-мэппингов. Мы были победители Берлинского фестиваля Berlin Festival of Lights. Впервые Украина выиграла первое место, и несколько лет назад об этом тоже шумели СМИ. В этом году мы финалисты Apex Awards в Лас-Вегасе. Мы получили гран-при контент года в Америке, то есть это вообще, как бы, никто не ожидал. Мы взяли там золото по одному проекту и взяли серебро по второму проекту. То есть мы уехали оттуда с тремя наградами, и, конечно же, мы на слуху в больших конкурсах, в больших компаниях, и нас приглашают в такие тендеры. Ну, это приятно слышать. Это, по сути, Украина, да, казалось бы. Таланты не только, как, знаете, у нас спортсмены талантливые, производители талантливые, у нас еще и дизайнеры талантливые. Остап, я хотел бы, знаете, вот спросить, если это, конечно, не конфиденциальная информация, во сколько обошелся этот проект? И какой из него выхлоп? Он ни во сколько не обошелся. Это проект был без денег, небюджетный проект. Мы, естественно, заплатили нашим дизайнерам, те, кто принимали участие. И я вот сейчас везу им определенные там памятные подарки. Но он имеет огромный резонанс. Во-первых, ну, для нас это очередной закрытый гештальт, так его назовем. То есть мы сделали сразу же пик. Мы сделали, мы увидели свой проект на самом большом и самом известном здании в мире. Это как бы одна из ступеней к нашей идее, что мы хотим показать наше шоу на самых известных строениях мира. На египетских пирамидах, Белый дом, не знаю, там, Эйфелева башня, еще что-то. Это ваши планы, да? Это наши планы. У нас есть мудборд, в переговорке висит. Там распечатаны самые известные строения в мире. И мы хотим, как бы, показать наше искусство на искусстве, которое всемирно признано. Вот такая у нас, как бы, глобальная цель. Но конкретно этот проект нам дал новые звонки, новые заказы. У меня была позавчера встреча с маркетинг-директором Амар. Они сказали, что мы первая компания, которая сделала контент, что люди интересуются, кто сделает этот контент. То есть, если просто говорили, классное шоу, еще кто-то, то сейчас люди спрашивают, а кто это сделал? И это для них какой-то звоночек. То есть, такого и раньше не было. А для нас это, как бы, большая победа, потому что Амар называет что-то делаем. Magic Innovations, украинская компания. И, соответственно, мы ожидаем какой-то всплеск новых каких-то интересных проектов. Какая реакция, когда узнают, что компания из Украины? Очень позитивно. Я не знаю, в группах в Фейсбуке, там, экспаты в Эмиратах, украинцы в Канаде или еще где-то, люди узнают о том, что это Украинцы. И там куча репостов, там просто десятки тысяч репостов наших соотечественников, которые друг другу передают и гордятся нашей страной, что вот, посмотрите, что сделали украинцы. Это здорово. Я бы хотел еще поговорить с вами о проектах, которые вы реализовали в Украине. Расскажите об этом, пожалуйста. Какие такие знаковые объекты, может быть, знаете, украинцы даже вспомнят, что они это видели, но они не знали, что это вы, например. Ну, мой самый любимый проект, вообще, с чего, мне кажется, у нас началась такая вот эра именно, когда мы перешли в другую лигу немножко, да, вот когда вот мы занимались просто какими-то небольшими ивентами. И мы перешли реально в большую лигу, это после того, как мы сделали на Евровидение проекцию «На Родину-Мать». И мы ее переодевали в различные национальные костюмы. Этот проект был сделан для виза в рамках Евровидения. Очень много было и трансляций, очень много было публикаций в прессе. Для нас это был реальный вызов, это был технически очень сложный проект, намного сложнее, чем Буш-Халифа, технически. Вот. И нам это удалось, для нас это был серьезный вызов, и получилось очень круто. Второй проект, который тоже отлично получился, я считаю, это был проект для посольства Японии в Украине. Это был год Японии в Украине, и нам посольство заказало сделать шоу, чтобы оно показывало симбиоз, фьюжн между украинской культурой и японской. И мы построили сценарий на схожих каких-то элементах, например, гопак и карате, ну и так далее. Какие-то такие элементы архитектуры. Мы всегда показали в канун Нового года на Софийской площади. Очень классные отзывы были, очень много просмотров в Ютьюбе. Японское посольство очень довольна. Мы сейчас уже получаем, в этом году, я думаю, будет следующее шоу уже от другого посольства, которое было на этом шоу, им понравилось. И, собственно говоря, они у нас уже заказывают на этот год. Я думаю, что это будет классная традиция, если мы будем так каждому посольству делать каждый год. Я думаю, что будет все на уровне. Остап, я вам желаю не останавливаться только на посольствах, но и при этом я вам желаю развития. Это действительно удивительные проекты, которые вы делаете. Я вот касаемо Софиевской площади, я тоже там был, я видел этот проект. И у меня до сих пор, вот вы рассказываете, до сих пор вот в глазах стоят эти картинки, потому что они действительно запомнились. Я вас поздравляю с проектом касаемо Бурдж-Халифы. И жду реализации нашего бренда, нашего украинского флага на пирамидах, на Белом доме. И, вы знаете, было бы классно увидеть проекцию украинского флага на Кремле. Ок. Спасибо большое. Гостем программы «Лицом к лицу» был основатель и креативный директор компании Magic Innovations Остап Хитрук. Я, Евгений Огарков, прощаюсь с вами. До новых встреч на телеканале UATV. Субтитры создавал DimaTorzok